Всем привет! С вами канал Космостар. Иногда зрителям кажется, будто в жизни знаменитостей все складывается, в прямом смысле слова, как в сказке. Известных людей узнают на улицах, у них как правило нет серьезных финансовых проблем, как у простых поклонников их творчества. Конечно есть у славы и оборотная сторона медали, но говорить о проблемах знаменитости не слишком любят. К примеру, Любовь Казарновская, оперная певица, сумевшая покорить весь мир своим талантом. Но и в ее жизни далеко не все так гладко, а однажды ее прокляла Людмила Зыкина. 19 июля 1956 года Юрий и Лидия Казарновские радовались появлению на свет младшей дочери, которую решено было назвать Любовью. Юрий Игнатьевич был кадровым военным, из-за чего семья постоянно переезжала с места на место. Пока супруг служил, его жена Лидия Александровна, филолог по образованию, занималась воспитанием дочерей, Наташи и Любови. Она хотела, чтобы девочки получили всестороннее образование. Она сама любила русскую литературу, поэтому отдельно занималась с ними развитием речи, заставляла учить стихи. Правда, в детстве Любовь Казарновская вовсе не мечтала о карьере певицы, она готовилась поступать на факультет журналистики в МГУ. К тому моменту, как она окончила школу, семья уже поселилась в Москве. После получения аттестата Любовь вместе с мамой отправилась подавать документы в МГУ. Они проходили мимо Гнесинского института, и Лидия Александровна, увидев объявление о втором туре прослушиваний на вокальное отделение, предложила дочери попробовать. Любовь поначалу отказывалась, ведь уже прошли отборочный и первый туры, как она может заявиться прямо на второй. Но мама настаивала и в результате вчерашняя выпускница вошла в зал, где сидела комиссия. Талант девочки на самом деле покорил педагогов, и любовь допустили к третьему туру. Правда в результате ее зачислили на факультет музыкомедии, потому что на вокальной принимали только с 18 лет, а ей едва исполнилось 16. Позже она окончила Московскую консерваторию и сделала блестящую карьеру. Она дебютировала на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича, Данченко в Евгении Онегине, где сыграла роль Татьяны. А после певица смогла покорить весь мир, она выступала на лучших мировых сценах, исполнила больше 50 арий, снялась в нескольких фильмах, работала на телевидении, была членом жюри вокальных конкурсов. Кажется, деятельность любви Казарновской и Людмилы Зыкиной никак не пересекалась, но, как сейчас говорят в отношения между ними вмешался квартирный вопрос. Впрочем, Людмила Зыкина просто попыталась оказать влияние на любовь Казарновскую. Вопрос решен не был, но две известные певицы поссорились раз и навсегда. Дело все было во внутрисемейных отношениях Казарновских. В 1992 году не стала мамой певицы Лидии Александровны. Генерал Казарновский недолго прожил один, вскоре в его жизни появилась другая женщина, Зоя Громадская. Отношения между дочерями Юрия Игнатьевича и его второй женой сразу не заладились, и стали причиной конфликта между любовью Казарновской и ее двоюродным братом Александром Буткевичем. Вторая жена Юрия Игнатьевича не только ограничивала общение отца с дочерями, но еще и потребовала от него продать дом. Который когда-то приобретался родителями певицы и семьей родного брата Лидии Александровны. Дом продавался без участия любви Казарновской, утверждавшей, будто ей вообще было ничего об этом неизвестно. Но двоюродный брат певицы, Александр Буткевич, стал требовать от нее возместить за недвижимость весьма приличную сумму. Ему казалось, что она могла повлиять на отца и запретить ему продавать родовое гнездо. Еще в то время в дело решила вмешаться Людмила Зыкина. Она была дружна с отцом Александра Буткевича и решила повлиять на Любовь Казарновскую. Людмила Георгиевна позвонила певице и попросила ей решить вопрос со спорным домом. Но Любовь Казарновская категорически отказалась выполнять просьбу Людмилы Зыкиной. Тогда-то и прозвучали в адрес оперной дивы проклятия из уст всенародной любимицы. Любовь Казарновская, в свою очередь, утверждала, будто не имела никакого влияния на отца, и Александр мог бы самостоятельно вести с ним переговоры. Ситуация была неразрешимой, потому что родственники не только не хотели идти на уступки друг другу, они до сих пор не могут нормально общаться. С Людмилой Зыкиной отношения у Любви Казарновской тоже так и не восстановились, хотя и проклятие народной артистки на жизни оперной певицы никак не отразилось. Любовь Казарновская успешна, востребована и вполне довольна жизнью. Вот уже 33 года она счастлива вместе с австрийским продюсером Робертом Росцаком. Но и тут не обошлось без проблем. Собрав толстую пачку бумаг, необходимых для свадьбы с иностранцем, влюбленные пришли в ЗАГС, где им дали отворот-поворот, бизнес, виза Роберта не годилась, необходимо было оформлять другую. Венский муниципалитет тоже отказал, потребовав разрешение на брак с иностранцем из советского посольства. А Казарновская на тот момент была молодая, перспективная солистка, только начинающая бурную международную карьеру, и им невыгодно было отпускать ее. Получив очередной отказ, Роберт взорвался. Прекрасно понимая, что телефоны посольства прослушиваются, он позвонил и заявил, что вся так называемая перестройка – профанация, и он отказывается от всех проектов с Большим театром. Через несколько дней все необходимые справки им выдали и дали добро на свадьбу.